Здравствуйте! На канале ВКТ время новостей в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Претензии к своей работе выслушали сегодня руководители ЧОПов. Муниципалитет готов отказаться от услуг тех, кто забыл про охрану школ и больниц. Сочи решено превратить в умный город. Новый проект объединит в себе современные информационные технологии. Сочинские бомбилы под контролем. На курорте проходят рейды по выявлению нелегальных пассажирских перевозок. В Сочи будут соревноваться юные лыжники. Они собрались на межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту. На Кубани новый прокурор. Им стал Сергей Табельский. Накануне его представили Вениамину Кондратьеву уже в качестве руководителя надзорного ведомства. Указ о назначении Табельского подписал президент страны. Об этом рассказал заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть. От себя могу сказать, я его знаю по работе. Мы вместе с ним работали в северо-западном федеральном округе. Это глубоко порядочный человек и профессиональный. Поэтому я надеюсь на то, что все задачи Краснодарского края будут выполняться. И в крае будет с учетом в том числе его работы, жизнь людей будет более комфортной. В органах прокуратуры Сергей Табельский с 92-го года. За это время прошел путь от стажера-помощника до начальника ведомства. Четыре года руководил прокуратурой Калмыкии, затем Калининградской области. Этот огромный опыт будет полезен и на Кубани отметил Кондратьев. Добавив, что вопросы безопасности жителей и гостей края в числе приоритетных. Я надеюсь, что традиция взаимодействия, традиция того, что акт прокурорского реагирования должен способствовать разрешению конфликтной ситуации, а не заведению, еще и в больший тупик, будет продолжен. Это очень важно для того, чтобы мы сегодня сохранили эту стабильность, и социальную стабильность, и экономическую стабильность в регионе, и политическую стабильность. Поэтому я надеюсь, что все будет в рамках тех сегодняшних уже достижений, которые край имеет. С вашим приходом только усилиться, улучшиться. Спасибо за добрые слова. На пустые все силы, знания, профессиональные навыки я приложу для укрепления законности, стабильности в крае. И вся работа органов прокуратуры будет направлена только на то, чтобы укрепить законность. И на благо как Краснодарского края, Кубани, так и России в целом. Напомню, что ранее ведомство возглавлял Леонид Каджинек. Осенью прошлого года он был назначен на должность заместителя генерального прокурора России. Гелена Всецина, телекомпания ФКТ. Усилить меры безопасности в аэропорту, на вокзалах и в торговых центрах. Такую задачу перед силовым блоком, казачеством и главами районов поставил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Кондратьев потребовал тщательно проверять подозрительные коробки, сумки и предметы. Также в местах массового пребывания людей должны быть установлены камеры видеонаблюдения. Особое внимание к рамкам безопасности на вокзалах и в торговых центрах. Металлодетектор воспринимается уже как элемент декора, а не как способ противодействия тому, чтобы что-то пронесли на вокзал, в торговый центр. И кто-то идет через нее, кто-то идет рядом. Если даже заморгало, кто-то рядом с рамкой стоит, он даже головы не повернет. Но давайте задумаемся, это же наша безопасность, наших детей. Если вот такая горе-охрана стоит сегодня на входах в торговые центры, на вокзалы. Ну еще вокзалы, аэропорты там порядок навели. А торговые центры, я еще раз подчеркиваю, это ЧОПы. Что они там есть, что их там нет. Но вот наше безразличие позволяет этим ЧОПам так охранять. Глава региона также отметил, что иногда сотрудники частных охранных предприятий не знают, как себя вести во время ЧП. Это недопустимо. В таких случаях их надо просто лишать лицензии, подчеркнул губернатор. А в Сочи прошло заседание Межведомственной антитеррористической комиссии. Речь шла об организации работы частных охранных предприятий по обеспечению безопасности объектов здравоохранения, культуры и образования. Неудовлетворительную оценку получил целый ряд ЧОПов. Продолжит Рината Шипулина. Обеспечение безопасности в связи с произошедшим терактом в Санкт-Петербурге, в частности на объектах социальной сферы. Сегодня основная тема заседания антитеррористической комиссии. Охрану учреждений образования, здравоохранения, культуры осуществляют частные предприятия, обязанность которых, подчеркивает Мукдин Чермит, профессионально выполнять поставленные задачи. Нам с вами, тем более специалистам, присутствующим здесь, нужно принять все исчерпывающие, еще раз повторяю, исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить и упредить в нашем городе подобные случаи. Здесь как раз все зависит от профессионализма, все зависит от слаженных четких действий всех ЧОПов. На безопасность социальных объектов власти выделяют средства в полном объеме, только на отрасль образования для работы ЧОПов – 100 миллионов рублей. Однако претензий к работе частных предприятий немало. В первую очередь, это некачественное выполнение своих обязанностей сотрудниками, которые практически живут на рабочих местах. В такой ситуации о бдительности специалистов, внимании, а значит и безопасности охраняемых объектов говорить не приходится. Допускается вахтовый метод дежурства. И это несмотря на то, что финансирование было увеличено на одну треть. Если охранник спит, если охранник уходит со своего поста, если он приходит без формы, если он не использует досмотровое какое-то оборудование, то он некачественно выполняет свою работу. То есть те условия, которые предъявлялись ему во время заключения контракта, он не соблюдает нарушения договорных обязательств. Причина некачественного выполнения работы и в том, что ряд предприятий, побеждая на конкурсах и получая возможность работать в городе, остаются зарегистрированными в других регионах. На сегодняшний день уже приостановлена работа ЧОПа «Алиот» с регистрацией в Красноярске. Предприятию «Инвест» из Екатеринбурга, как и некоторым другим, даны предупреждения, после чего расторжение контрактов. На территории наших учреждений не может быть никакой вакханалии. Даже знакомые вам люди, которые три раза проходят через КПП, не имеют права пронести никакую недосмотренную сумку там с собой, какой-то предмет. Тем более никто не может проникнуть на нашей территории, особенно это касается лечебных учреждений. Если качественно не наладите работу, я вам даю срок до 25 апреля. Сроки для исправления очень сжатые. Мы не собираемся наблюдать, как вы там вольготно прохаживаетесь. Либо вам какое-то удостоверение показали, какого-то сотрудника. Не важно кого. Для всех одинаковый пропуск должен быть. В Сочи сегодня курорт, куда приезжает больше 6 миллионов человек ежегодно, и поток туристов увеличивается. Впереди праздники, и город должен быть готов обеспечить безопасность. Специально приобретены и дополнительные рамки досмотра, которые установят в период праздничных мероприятий на площадях города. Рината Шипулина, Демид Даниловский, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сочи решено превратить в «умный город». На курорте приступили к разработке концепции проекта, который призван повысить качество жизни горожан за счет использования современных информационных технологий. О роли «умного города» сочинским чиновникам сегодня рассказали научные сотрудники Национального института информационных технологий и связи Москвы. На сегодняшний день их главная задача – провести диагностику. Специалистов интересует и количество счетчиков воды и тепла в сочинских домах, и количество пациентов, записывающихся на прием онлайн, а также наличие бесплатных Wi-Fi-точек и даже площадь зеленых насаждений. Вся эта информация поможет найти наиболее вероятные точки роста. В целом же внедрение современных телекоммуникационных технологий планируется во всех сферах. Польза для жителей курорта налицо, отмечают участники стратегической сессии. «Умный город», ко всему прочему, наладит обратную связь населения с властями. А в ожидании общественного транспорта на остановке поможет узнать, где именно находится автобус. Это может происходить через информатор, который установлен на автобусной остановке. Это может происходить через приложение, которое будет разработано, например, администрацией города, которое позволит в режиме реального времени видеть, как двигается общественный транспорт. Это уже реализовано в некоторых городах России. Это уже очень востребовано. Теперь пришло время для того, чтобы Сочи попал в рейтинг лучших городов Российской Федерации. Рейтинг «Умных городов России». Школьный электронный дневник, онлайн-приемные, бронирование столиков кафе по интернету, приложение для вызова такси. Еще недавно и это было удивительно. Сегодня норма жизни. «Умный город» или, как еще называют проект «Электронное сообщество», призван удовлетворить еще больше потребностей населения. Задача города – объединять эти уникальные цифровые технологии для того, чтобы банально в городе стало жить просто удобнее, комфортнее. Вы не тратили массу времени для получения тех или иных услуг. Эти практики мы будем достаточно быстро и компактно обобщать и внедрять непосредственно в деятельность администрации. Сегодня президент, кстати, создал рабочую группу по цифровой экономике. То есть все понимают, что в любом случае это завтра. Поэтому в нашем случае, в счете, что город Сочи всегда старается быть, если не флагманом, то точно в лидерах воспринимать эти технологии и внедрять в жизнь. Работа в группах сегодня продолжалась весь день. Теперь руководство Сочи ждет от научных работников Московского института рекомендации и документ с уже разработанной концепцией «Умного города Сочи». Галина Моисеева, Инга Габеши, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». За попытку пересечь российско-абхазскую границу по чужому паспорту задержана жительница Приморско-Ахтарска. Пограничники возбудили уголовное дело. Женщина пояснила, что таким образом хотела помочь своей коллеге из Украины продлить срок пребывания в нашей стране. На паспортном контроле в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Адлер» опытным контролерам не составило труда установить, что паспорт не принадлежит предъявителю. Женщину задержали. За попытку незаконного пересечения государственной границы возбуждено уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Сочинские бомбилы под контролем на курорте ежедневно проходят рейды по выявлению нелегальных пассажирских перевозок. Закон, регулирующий сферу таксомоторного бизнеса, игнорируется многими водителями. Хотя это может привести к конфискации машины. А главное, не дает гарантию безопасности пассажирам. К сожалению, нелегальные перевозки явление массовое и сложно контролируемое. Распознать бомбил практически невозможно. Но специалисты Департамента транспорта и связи, полицейские и сотрудники отдела по борьбе с нарушениями административного законодательства все же находят методы поиска иглы в стоге сена. На водителей составляют административные протоколы, выписывают штраф. Автомобиль отправляют на стоянку. Далее судебное разбирательство. Лишиться колес можно на срок от 12 дней до двух месяцев. А если в машине свыше семи пассажирских мест, то после нескольких таких попаданий под жезл инспектора водитель и вовсе может навсегда попрощаться со своим авто. С начала года проведено рейдовых мероприятий более 80. Напоминаю, что человек, который пользуется легковым такси, он доверяет свою жизнь водителю, который осуществляет перевозку. Поэтому внимательно следите за тем, каким автомобилем вы пользуетесь. Ведь зачастую нелегальные перевозчики не проходят технический осмотр автомобиля, не проходит медицинский осмотр, что, соответственно, может повлиять на безопасность дорожного движения. Более серьезные наказания для нелегальных перевозчиков пока законодательно не предусмотрены. И сочинские власти выходят с предложением о внесении изменений в Краевой закон о деятельности таксомоторов. Это позволит контролировать как налоговые поступления, так и безопасность самих перевозок. Департаментом транспорта города уже разработан соответствующий пакет документов. С 5 апреля водители начнут наказывать за новое нарушение. В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков, шипы и начинающий водитель. При этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям, сообщает портал Автомейл. Напомню, 27 марта премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, который вносит поправки в правила дорожного движения. По большому счету, постановление касается только начинающих водителей, тех, чей стаж вождения составляет менее двух лет. Впрочем, фактически незамеченным остался один важный нюанс. Согласно этому постановлению с 5 апреля, перечень неисправности и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, будет дополнен новым пунктом. Речь идет об отсутствии на соответствующих транспортных средствах опознавательных знаков. Автопоезд, шипы, перевозка детей, глухой водитель, учебный транспорт, ограничение скорости, опасный груз, крупногабаритный груз, тихоходный транспорт, длинномер и начинающий водитель. За несоблюдение требований водителю грозят предупреждение или штраф 500 рублей. При этом задержание транспортного средства за это нарушение не применяется. То есть отправить машину на штрафстоянку за отсутствие знака шипы или начинающий водитель инспектор не имеет права. Лайнер Сочи в Крым начнет курсировать с 6 мая. Губернатор Кубани рассказал журналистам о новом маршруте между курортами Краснодарского края и Крыма. Напомню, в сентябре Владимир Путин в рамках заседания Госсовета в Керчи обозначил необходимость организовать морское сообщение до начала нового курортного сезона. Над выполнением поручения президента работали Министерство транспорта России, Краснодарский край и Республика Крым. Лайнер из Сочи в Крым начнет курсировать с 6 мая. Круиз будет длиться неделю. За это время туристы смогут увидеть Сочи, Новороссийск, Севастополь и Ялту, отметил Вениамин Кондратьев. Возможность совершить такую поездку привлечет еще больше туристов на наши курорты, уверен губернатор. Накануне маршрут презентовали в Новороссийске в ходе межрегионального совещания по организации круизного туризма на Черноморском побережье. Лайнер «Князь Владимир» будет отправляться из Сочи каждое воскресенье. В понедельник он будет в Новороссийске, во вторник и среду в Ялте, в четверг в Севастополе, после чего напрямую будет возвращаться в Сочи. Первый рейс запланирован на 6 мая. В нем примут участие ветераны войны. Коммерческие рейсы начнутся с 11 июня и будут осуществляться до середины октября. Ожидается, что загрузка лайнера составит порядка 500-600 человек. В Сочи вводят информационные дни. Об этом стало известно во время рабочей встречи главы города Анатолия Пахомова и его заместителя Ирины Романец. Какие темы охватит новый проект, расскажет Татьяна Говоркова. Информация о населении теперь еженедельно будет поступать не только от СМИ и интернет-ресурсов, но и от властей Сочи. Такое решение было принято после проведения на прошлой неделе целого ряда лекций. Около 10 тысяч сочинцев прослушали информацию о вреде алкоголизма. Общее дело. Мы показывали тот фильм, который мы презентовали с московским штабом общего дела у нас здесь в администрации. Про как раз алкоголизацию населения. И фильм, и лекции произвели действительно фурор. То есть народ оставался после самих лекций. Задавали вопросы, потому что эта тема не может не беспокоить. Она действительно тотальная. Она действительно задевает практически нашу каждую семью. Получился такой хороший, на самом деле, хороший проект. И мы намерены его продолжать. И не только его. Нам надо сегодня на год разработать календарный план. И каждую неделю мы должны иметь лекторов, специалистов, конечно, которые по определенным темам. Не только это касается, скажем, профилактики антисенциальных объектов. А это должно касаться всех направлений. И экологию нам необходимо. Рассказать, какие мероприятия по экологии делаются. Рассказать нашему населению, почему у нас есть неудачи. Потому что и население в этом виновата. Рассказать нужно и о, скажем, наших культурных мероприятиях. Спектр тем широк. Говорить необходимо как о здравоохранении, считает Анатолий Пахомов, так и об активном участии населения в организации городских мероприятий. Тем более, что Сочи – город событийный. И жители должны быть не только наблюдателями. Первой ласточкой такой всеобщей активности сочинцев стал прошлогодний карнавал «Лето». В этом году программа обещает быть насыщенней. Он у нас будет под лозунгом «Твой карнавал, твой восторг, твой Сочи». Мы продолжаем продвижение нашего бренда города Сочи. У нас уже едут известные коллективы, поскольку это театрализованное шествие. Шляпная феерия продолжается, потому что это такой элемент карнавальной колонны. Он такой и забавный, интересный. Фестиваль наших шаров будет. И мы в этом году, это новинка карнавала, мы впервые будем проводить. Он вообще в России девятый раз проходит, но впервые у нас будет проходить Всероссийский фестиваль анимационных команд. В этом году карнавал пройдет 27 мая. Старшествию колонн будет дан в 4 часа дня. Уже сегодня о своем участии заявили 36 команд. Вместе с коллективами из Челябинской области Архангельско-Краснодарского межскольного эстетического центра пройдут и сочинские многодетные мамы. Завершится шествие на Южном Аллу, где будут работать разные точки активности. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Свежий ветер в Сочи. На курорте состоится этап краевого фестиваля творческой молодежи. Организаторы проекта приглашают принять в нем участие сочинцев от 14 до 30 лет. Этот неформатный проект Департамента молодежной политики Краснодарского края объединил под своим крылом такие направления, как рок, рэп, битбокс, брейкданс, граффити и другое. В Сочи этап фестиваля состоится в конце апреля. Второй этап пройдет в Краснодаре 26-27 мая, а финал запланирован на 13-14 августа в Северском районе. Заявки принимаются до 20 апреля по электронной почте. В Сочи на склонах Красной Поляны в эти дни будут соревноваться юные лыжники. Они собрались на межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту Юг России. Такой турнир проводят впервые. Расскажет Ольга Десятого. Несмотря на то, что межрегиональные соревнования по горнолыжному спорту Юг России проходят впервые, турнир смог собрать более полусотни участников. Это девушки и юноши от 13 до 16 лет. Неплохой старт. Шанс посоревноваться на олимпийских трассах на высоте 2200 метров не упустили не только лыжники из Сочи и из разных районов края. Приехали и спортсмены из Москвы и области. У нас порядка 250 детей здесь постоянно тренируются еженедельно. Наш курорт предоставляет, соответственно, эти склоны абсолютно бесплатно. Федерация горнолыжного спорта. И соревнования проходят у нас раз в месяц стабильно. Турнир первый, но все проходит без заминок. Идеальная трасса, такая же организация. Все дело в том, что опыт в проведении состязаний по зимним видам спорта Южный Сочи накопил уже солидный. Уже в центральной части России снега нигде нет такого катательного, кроме как в Сочи. И просто продлить себе сезон на 5-6 дней, на недельку, приехать сюда, поучаствовать в соревнованиях, просто побыть на курортах мирового уровня у нас внутри России. Это само по себе, наверное, будет интересно. На межрегиональных соревнованиях, организованных краевым министерством физкультуры и спорта, лыжники работают не только на кубки и медали. Этот турнир дает шанс отобраться в сборную Краснодарского края и даже России. Мы сегодня получили уже группу ребят, которые могут претендовать на то, что они будут участвовать на всероссийских и претендовать на попадание в состав сборной команды России. Вот у нас уже Журавченко, первая ласточка, которая попала в юношескую сборную России по горным лыжам. Это вообще первая ласточка в истории нашего Краснодарского края и даже юга России. Сегодня день открытия межрегионального турнира. Юные лыжники уже опробовали трассу и реализовали свои первые попытки. Еще ближайшие три дня эта трасса будет отдана юным лыжникам. Завтра в программе соревнований дисциплина слалом, после слалом гигант. Но завершит программу первых межрегиональных соревнований относительно новый для горных лыж вид. Он называется комбинация. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Воронежский фермер представит колбасы, сыры и сало в Сочи. Предприятие примет участие в выставке «Экспофуд весна», которая откроется 6 апреля в выставочном центре на Несебрской 1Б. Компания «Воронежский фермер» – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство. Колбасы, сосиски, сыр и сало – все это можно найти на стенде воронежского фермера на выставке «Экспофуд» в Сочи. Куропатка с апельсинами, запеченная в печени. Гусь с яблоками. Утка с черносливом. Перепелка с брусникой. Различные сыры. Сулугуни, копченый, брынза. Сало, как говорят в компании, мягкое и тает во рту. С чесноком. Соленое в рассоле. Также большой выбор сосисок и сарделек, колбасы в натуральной оболочке. Аромат, богатый ассортимент и аппетитный внешний вид продукции воронежского фермера притягивает множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Компания «Воронежский фермер» на рынке сырных и колбасных изделий уже около 10 лет. Домашнее фермерское хозяйство отлично зарекомендовало себя на выставках на севере нашей страны. Теперь предприятие осваивает и юг России. Вновь целая кладовая полезных элементов доставлена в наш город компанией «Рыбак Камчатки». Эта рыбная продукция будет представлена на выставке-ярмарке «Экспофуд» 6 апреля, также в выставочном центре на Несебрске 1Б. На этот раз «Рыбак Камчатки» предлагает сочинцам более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов. И, конечно же, настоящую красную икру. Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт – царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Приобрести все это можно 6 апреля в четверг в павильоне «Рыбак Камчатки» в выставочном центре на Несебрской 1Б. И в завершении информация от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...